Обход начался в половине девятого утра. В это время должна завершаться уборка улиц курорта. Но не всем увиденным мэр остался доволен. Листва на газонах, не скошенная трава, ливневки на пешеходных зонах Приморской набережной не вычищены. Есть претензии к санитарному состоянию территории, прилегающей к одному из ресторанов. Пора обновить, считает глава города, и внешний вид скамеек, мусорных урн и фонарных столбов. Но особое нарекание комиссии к тротуарной плитке. Она должна быть отремонтирована к первому мая. К этой дате должны привести в порядок и весь курортный проспект. Слева и справа лавочки должны быть выкрашены, урны должны стоять нормальные. Здесь люди, когда демонстрация идет, выстраиваются. И аж туда очень много. И вот эта часть должна быть просто в идеальном состоянии. В утручающем состоянии сегодня и территория вокруг памятника Островскому. И это при том, что когда скейтбордистам и роллерам давали разрешение на установку здесь фанбоксов, они обещали следить за порядком на вере на им территории. До 1 мая, потребовал городоначальник, вся площадь должна соответствовать статусу города-курорта. Вместе с тем, несмотря на отдельные недочеты, основная часть работ по наведению в городе порядка, по данным администрации, уже выполнена. Подремонтированы дороги, нанесена разметка, наведен порядок в скверах, парках, произведено кронирование деревьев, выкрашены опоры линий электропередач и освещения. Очень много сейчас зависит еще и от нашего населения, потому что необходимо навести порядок не только в центральной части нашего города, но и навести на необходимый порядок в своих дворах, скверах, детских площадках. Выйти в последние дни этого месяца для того, чтобы подмести, убрать, подкрасить все, что касается уличной мебели, что касается порядка возле подъездов, это лавочки, подъезды и так далее. Это очень-очень большая работа, но она вполне подъемная. Дворовые и придомовые территории – тоже часть курорта. И от их внешнего вида также зависит имидж летней столицы России. Так считают, к примеру, жители улицы Севастопольской. Несмотря на рабочий день, они вышли на субботник. Я считаю, так как у нас город курортный, мы должны быть гостеприимными хозяевами, и каждый уголок нашего города должен быть чистый и аккуратный. Но пока одни наводят порядок, другие эту работу практически сводят на нет. Так, настоящий бич для города – незаконная расклейка рекламных объявлений. Ими сегодня усеяны столбы, фасады домов, ограждения. А вот другая история с фандалами, которые частично разрушили парапет на набережной реки Сочи, похоже, близится к своему логическому завершению. Срок окончания ремонтных работ сдвигался несколько раз. Подрядчики, к примеру, ссылались на плохие погодные условия. Но сейчас руководство города потребовало сдать набережную к майским праздникам. Огрождающие конструкции восстановлены полностью. То есть мы заставили их сегодня менять поврежденные конструкции, соответственно, производить их окраску, восстановление. То есть они полностью это выполняют. Ежедневно мы контролируем выполнение. Задача поставлена подрядной организацией к 9 мая – выполнить работы комплекс. В мэрии уверены, что главному празднику страны, 9 мая, курорт будет выглядеть как с картинки. Так что не только сочинцы, но и гости смогут с комфортом провести майские праздники на обновленном курорте.